всех приветствую дорогие друзья случайно зрители гостями канала сегодня у нас что-нибудь чекнем михеев и павлов смотрим крузак 300 обозревает пацаны и 13 процентов девчонок это канал михеев и павлов где мы втроем продолжаем разбираться в автомобилестроении артем ты вообще понимаешь что произошло мы в мурманске на тест-драйве ландкрузера 300 сушим недостаточно только слов на тест-драйве ландкрузера 300 для того чтобы быть в шоке и максимально счастливым человеком а мы еще и в мурманске еще и в такой красоте как все произошло еще и в мурманске мурманск реально красиво нами связался человек от тойоты и горит ребят ну чего вы сидите там у себя в сибири приезжайте в мурманск будем снимать новый крузак давайте посмотрим что там обычно на этом этапе у сообщение заканчивается кстати новый крузак я видел уфе по саловатки прям черный он там рядом прям короче один черный короче крузак и черные 300 крузак и за ним 200 крузак сразу же ехал короче вообще я примерно приблизительно сравним короче 300 и визуально он немножко уже идет но выше кажется как будто повыше такой ну ну они оба смотрятся достойно они оба этот 200 и последний был ну последнего года и 300 это же но я думал это кортеж за ним тарак ехал короче вот потом в итоге получил что они разбросались короче там 200 обогнал 300 из дальше сам поехал сбоку как с людьми которые с нами связывают мы друг другу улыбнулись кемат парень который базарит на наши трехсоточки просто проснулись накормили с утра посадили на баркас парень парень чем чем-то схожись со мной из короче у этого парня прикольно мне нравится смотреть на людей которые похожи на меня плавали там покормили еще раз покормили ребят всем кто не в курсе пера смотрят мне очень нравится тематика машин крузаки 200 обожаю безумно вот за не менее тем что короче как бы еще и как бы не такой блогер великий что я не могу взять крузак и аута я решил вот так их обзоры делать будем смотреть вот так короче и комментировать поэтому ребят не обессудьте ставьте лайки подписывайтесь на канал заеду вас не купишь да нихуя то начинаем тест-драйв в грузер 300 самой лучшей машины вот эти люди вот эти вот эти тоже которые тоже сидят наблюдают за всей движухой со стороны как бы я этих людей всех тоже знаю на двухсотке тест-драйв сам катался вообще мне понравилось там едешь чувствуешь себя папой на дороге просто реальному всему я не знаю но я не думаю что это не за это этикетки там тест-драйв короче но на дорогах реально пропускают короче прям ты едешь короче на светофорах везде тому светофоры понятно зеленый зеленый когда там и куда-то повернуть хочешь ты реально запускают вообще с кайфом просто вообще просто ништяк видным словарным запасом артем в нашем случае очень тяжело в этот раз все дошло до конца и вот мы здесь на фоне самой красивой игры которые мы только видели на фоне самого красивого кружка сразу прямо с аэропорта стартуем на крузаке до точки где мы будем обедать я думал что будет парень знаю в чем сила сразу где будем обедать брифинг объяснение как нажимать кнопочки какой-то нужный мужик до тупых смотрите это новый land cruiser дверь открывается вот так педаль газа тормоза да ты услышал да если мы сейчас забудемся ну и что случилось но интерьера мне нравится вот прям вот рулю сделали вот мне не знают кстати вот этого часть где у кружака получается получается этот вот здесь вот место на 2 сотки здесь вот идеально просто для руки сделано когда утру руку держишь вот так одно рукой здесь вот это место изменили поэтому мы проехали поворот потому что артём замечтался летал поэтому мы приехали в переездовую слышал что ли вы не могли бы это вот мы здесь сразу лайк закинем первые до часу будет закрыт мы там 10 минут простояли если мужик впереди нас не вышел не спросил не уточнил мы бы там так и остались до сих пор потом мы поехали назад и что случилось там тоже переезд тоже переезд вот пока все журналисты как умные люди приехали потихоньку они уже кушать гребешков сидят но мы были бы не мы да артём если бы мы не проехали поворот на котором посмотрели весь мурман случайно это уровень так пивка нам номер ладно ну и чё мы тут имеем 1 самый первый взгляд мне очень нравится все классно берем короче у нас сейчас версия в руках который называется комфорт плюс при этом комфорт плюс это почему-то оффроадная версия она отличается внешне у нее более высокий передний бампер все дела собственно в остальном я думаю что информацию мы дадим чуть позднее не солнечных счетах на карте на чем писать у тебя капот отбил серьезно тишина нажми на педаль просто чтобы вы понимали нас встретили с самолета мы выпили кофе мы вышли на улицу тирской вот ваша тачка езжайте дали навигаторы короче типа не дали нагрузку не дали и черный потолок ну чё тут смотрите это матушка ну-ка первая пошла на крузаке сразу решился хасанить так по жесткому полетел больше на листы причем разные журналы не обязательно автомобильные вот и мы видишь его вижу кнопку паркинга а вот он аварийка то пациент так ванно чудово разбираться да мы еще все посмотрим нам еще кататься на ней три дня вообще разгоняемся плавность ну видишь опять же мы с тобой вообще некомпетентные в этом люди нам дали новую тачку не но мы чтобы на двухсотки ездили ездили на сотки ездили ездили на восьмидесятки вообще много ездили мы вообще в кузаках разбираемся каково это ехать двести на триста нет 200 на триста в силу того что мы очень мало ездили на современных внедорожниках или 300 на 200 этот сразу забрал сердце нашего рода ну такой и мягкий он вообще идите просто супер тики и вот все что на дороге происходит оно как будто бы где-то они не с собой и это причем типа не максималка нифига запишут нас как хорошо чтобы он айфон снимать а пацаны девчонки может ну его нафиг это качество воли мандрея будем зарабатывать больше баджеро ты не актуален потом была презентация презентация достаточно интересно автомобиль много нового прямо сейчас вкратце для затравочки суть как я понял суть по презентации все лучшее от 200 заказ мне нравится тут не хватает немножко брутальности вот спереди немножко вот ниже бампера или какие-то вырезы на нижней части сверху и спереди центральной части вообще все четко вот боковые как-то мне кажется что нужно было немножко за брутали что он немножко как-то облизались снизу по бокам какая-то вот улыбочка такая получилась ставили все что можно было очень красиво смотрится кстати в черном цвете если все это зачернить чистого black style улучшить улучшили то здесь такая комбинация новизны потому что новая рама принципиально новый кузов принципиально ни одной детали похоже нет разболтовка ну как ни одной похоже сбоку это чистый раф 4 но вот здесь вот сбоку он реально очень похож вот этими рублеными частями на раф 4 новые конечно немножко его как-то оптопорили вообще конечно не знаю вот здесь вот эти моменты не знаю хотя технически технически трехсотый крузак вам больше и шире и выше получил 200 к другая усиленная и новых систем очень-очень умных очень-очень разных и классных добавили в большом количестве но и самое главное это мотор и после презентации к нам в автомобиль когда мы начали двигаться уже вот сюда вот это прекрасное место сел как раз таки человек который презентацию проводил по всем техническим моментом его зовут иван и мы ивану сразу же пацаны и девчонки специально для вас задали все вопросы про тормоза про новый двигатель что не будет по 8 и про то шатается ли там что в салоне как все работает артем когда такое было в последний раз нам выделили из компании тойота специально обученного человека который в отличие от нас разбирается в том что происходит все работает да я думаю что мы его но сразу зададим вопрос вань большое спасибо что ты с нами что согласился с нами пообщаться в интернете в контексте разговора в инкрузер 300 крик 1 нет в 8 больше ты на презентации сказал что звук 8 он конечно такое существенное прям где-то везде на парковке если заводится старый там крузачок соточка на 200 и в 8 сразу это вся парковка на ушах стоит вы сядьте поете на этом в 6 и вы обалдеете и правда машина едет намного лучше чем едет старый крузак на в 8 но напишет комментарий скажет новый мотор еще и две турбины но он же умрет 93 тысячи ну что здесь я думаю кто покупает 300 и крузаки они до 90 тысяч не будут ездить 40 30 тысяч откатают скинуты пойдут новый 400 собственно говоря отказ от в 8 это тенденция рынка тут с этим ничего не поделаешь и даже на американском рынке это вопрос не не ближайших там либо только в том случае если берется атмосферный какой-нибудь 16 от восьмерки да и на него прикручивается турбина и понятно рассыпается через 30 тысяч ну окей но если двигатель изначально проектируется под turbo изначально проектируется под соответствующий уровень нагрузки как тепловой механической ну как какие могут проблемы тем более что японцы своими турбинами в общем-то широко известный узких кругах кругах они настолько узкие что их даже никто не знает насколько ну прям про про джейз это тоже просто неприлично да то есть об этом только ленивый не помню я не вижу никаких предпосылок к тому чтобы ресурс этого двигателя был 93000 ну да когда у крузака вообще у тойота вообще блин ресурс был 90 100 тысяч общего двигателя это такое что-то что-то и необъяснимое какое-то явление да или 94 то есть он должен ездить столько же сколько ездит любой тойотовский двигатель а у тебя какая машина рауик рауик 4 только 92 господи 2000 здесь немножко друг другая взаимосвязь это я на тойоте не потому что я в тойоте наоборот в третьего поколения это если считать от сейчас то это пред предыдущий предпредыдущий последний с запаской руб мы немножечко не того ожидают от автомобиля и чуть-чуть нецелевым образом эксплуатирует почти трехтонный рамный внедорожник поэтому кстати вот динамика на 2 сотки даже то что он рамник вообще вообще не чувствуется просто я дизельный катал вообще он сразу газку даешь он сразу набирают вообще в городе вообще с головой принципе все взаимосвязано да нельзя любой автомобиль это ну некое закончено инженерное сооружение оно должно быть гармоничным со всех сторон нельзя ожидать я не знаю от ferrari f-40 до проходимости крузера от какого-нибудь там даже пусть окей от отрав 4 не надо ожидать роскоши и комфорта с-класса может ну это же все взаимосвязано этот автомобиль он сам в себе как и любой другой нормальный автомобиль сам в себе гармонично закончен да у трехсотки тормоза улучшились до новый электролючный до новые диски пусть и того же диаметра но они новые с улучшенной вентиляции к слову много кто говорит что на двухсотых крузы как бы тормоза очень плохие но я не почувствовал мне не такой большой опыт и сразу скажу вот мне в принципе хватило там я сильно не хасанил говоря это новые суппорты если кому-то не хватает тормозов ну я подозреваю я не могу быть уверенным да я подозреваю что просто человек немножечко не то ожидает от почти трехтонного рамного внедорожника ну что ж а пока после этого ответа ивана повышают а нас обвиняют в продажности в комментариях мы начинаем движение из мурманска или у нас где наш друг диджей дима fiesta у него turbo вечер и вот разгон на этой машине почти такой же то есть он он очень ровный и до конца мощного чили просто 1 2 3 4 все отсечка так и здесь типа просто вот нажал и уже 210 но я думаю здесь и ступени у скорее 10 10 скоростей уже маленькие радостные ручки прописывают программу чипа претензии вот к этой штучке вот к этой штучке вот к этой штучке показ не но не каждый же там покупается и сидит и постоянно трусит поэтому смысл как бы придираться вот таким мелочам в принципе если ты едешь она не скрипит это уже хорошо для россии это уже хорошо да кстати у нас нас вооружили спутником телефоном потому что завтра мы поедем в глушь такое не потерялись ребят я думаю что это все история про два месяца сборки лунгрузера что вот это испарка я типа я вот здесь немножечко только я не пойму почему постоянно на фоне вот этого корабля машина снимается чуть-чуть же оборот открыт я буду миха в зависимости от того сколько явлений как автомобиль но я так понимаю знаешь я как раньше была пятилетка за два года то вот две с половиной тысячи пробег на этом крузике и вот он типа ведет за 20 до мышь не сказали в какой мы тачке находимся мы сейчас находимся в автомобиле он грузит 300 комфорт плюс вот кстати говоря на котором уже кто-то поездил кто-то поснимал а кто-то поджимал очень странно по крайней мере для моего восприятия что комфорт плюс назвали внедорожную версию то есть мне кажется что она должна как-то называться наверное типа оффроат версия а вот та которая не версия может называться комфорт плюс но я не маркетолог кто меня спрашивает она отличается чем у нас бамперочек спереди сильно выше до соответственно у нас угол прохождения препятствий здесь не 25 до по конструктиву или по насыщенности комплектации нет я про бампер сейчас только говорю да у этого у этого бампер короче да ну то есть выше 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 да и спереди это все меняется тюнинг от леха все это делается угол езда сразу же уменьшается 32 градуса а там 25 а там 20 самая простая версия она будет продаваться прям самый пич комплектация да конечно будет она да она сейчас продажи она есть в прайсах разве что может быть квота на нее не очень большая ее добыть будет достаточно проблематично но эта машина она вполне реально она есть сколько сейчас вот такая машина стоит который у нас руках находится у нас 13 дании от 11 начинается но из-за дефицита цены будут как бы да но к сожалению мы как представительство на это влиять не имеем никакого права постольку поскольку ну мы не имеем права диктовать дилерам они отдельные юридические лица да если мы как-то надавим в этом это не прайсовая цена 11 миллионов это зависимости от жадности самая топовая которая и не версии которая не оффродная она стоит 7300 самым супер жили со всеми функциями на это это гривны или что-то разговора нет я уже сколько-то часов наслаждаюсь за поездки чудесные сами тыкали как бы на них и не парились это на тренд это расчет как ты это понимаешь это может знаешь ну вообще интерьер вообще ничтяк артем ну давай откровенно говори уже не искушенный с тобой автолюбители абсолютно не искушен то есть нам на чем дают на то мы едем но вот в этом случае наверное это самое лучшее на чем мы ездили когда-либо мы уж не будем другие марки обсуждать в этом видео а кстати как вообще в тойоте присутся если мы начнем сравнивать называют другими так вот x7 неплохой автомобиль надо сказать но он стоит дороже а почему скажи ребята пишите комментарии кто бы взялся или bx 7 или 200 я бы я бы взял наверно все-таки x7 потому что это бэхо пацан скотина наших российских фанатов крузера обижают и не дают им на 7 местной версии на дизель а их не обижают их так сказать готовят и держат в предвкушении хорошо а дизельный какой мотор будет дизельный мотор совсем-совсем новый от каких-то может быть бездорожен просто мощная тачка из youtube-блогеров здесь кто я был еще вот чтобы было не было здесь ну естественно ты бы под сделал бы сказал бы давайте на три года подписываем контракт и нам с тобой дают по что там что там делают но дайте контракт я готов подписываю чёрный цвет это чисто маска и вбросся то верхняя . спорт плюс это вообще нет нет стоп мяч мяч спорт с от спорт с плюс отончается только одним жестко тем амортизации то есть у нас есть спорт спорт с и спорт с плюсом нет я весьма есть эко совсем такой вот тошнотный экономичный да эко комфорт нормал спорт и мягкими амортизаторы но это для ну гараж мечты гараж мечты определенным образом мы уже тут собрались продаться тойоте но они не берут нас матершинники вы нам не нравится поэтому этого дня мы перестаем материться для того чтобы продаваться тойоте ты бы какой белый или черный хотел я бы дальше матерился тоже прикольный цвет серебристый серебристый прикольный мягко уверенно согласись четко никаких затупов ну для для нас никаких затупов мне очень нравится как разгоняется мне очень нравится динамика это точно совсем другая динамика чем у 200 на 8 эти вот турбинки дают свой уматный прикол лагерь благоустроенный где у каждого есть душ туалет большая спальня кровать опять же на полянке заряжает кемпинг только в ухури мы вам я думаю покажем покажем покажи конечно брат покажи ну и собственно теперь мы здесь сегодня у нас прошла основная часть тест-драйва три часа мы ехали больше трех часов больше трех часов камни грязь броды второй-то деньги и оскар тут сидит смотрим реакция мути чисто вообще уверенные тигры просто львиные вообще сейчас как поедем слушай вчера они конечно очень быстро ехали но у нас есть оправдание почему мы не ехали так же быстро как ребят потому что жалко на машину уверенность пришла уверенность в клиренсе потому что мне очень нравится штамповка вот это вот получается на капоте у двухсотки-трехсотки вообще реально смотрится из-за руля вообще нереально смотрится круто здесь вот мы такая дорога она эмоциональная но мне очень нравится как эта машина едет вот на самом деле пацаны и девчонки представляете нам сейчас ехать три часа в одну сторону три часа в другую и это еще дорога дальше дорогой но меня абсолютно эта перспектива не пугает потому что мы вчера уже проехали на этом автомобиле тоже три часа вот по такой дороге и абсолютно не устали не устало ничего у меня как у пассажира у тебя как у водителя мне тоже вчера мы вчера с тобой тусили до часа да 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 нет просто когда ты головой осознаешь что все-таки это огромные деньги ты понимаешь почему это так едет плавно по вот этой дороге которой нет после 6 и урена там нет а плавно это действительно плава вообще просто родник общего бряков и прочей канитель да вообще как будто ничем не а здесь очень здорово собрано все супер классно а че нам про дачок не наводили интересно нет опять потёркал ну ка убежал брат какая красота и там еще водопад пошел пошел вот слева тоже неплохо все в море забегают да мы конечно наберемся впечатлений с тобой прикольно да пацаны мы все еще раз уточнили вчера все здорово на производителя сотка минимальная а вот эту тачку 6 900 а за вторую на которой мы поедем да нету зайдется не получаю вот это вот процессы физическое удовольствие потому что вот в этом спорт с плюс даже не особой как бы и трясет может по картинке это не скажешь особенно той которую я тебе снимаю потому что у меня руки кривые ох ты это какая-то вообще лужа вот а так просто едешь есть боковая поддержка газу газу дает наваливает первые сегодняшних серьезных бродов прямо сейчас ну как серьезно нам сказали здесь ведут военные учения вообще и нам сейчас сказали что мы должны раз уж мы вас пропускаем то одной большой плотной группой все должны ехать но мы не можем ехать большой плотной группой потому что в пыли вообще ни хрена не видно это кстати упала с этого с чего с военного чего-то что там он жопу не дали найдем автомат автомат это бляди дворники сами включились ночи круто датчик дождя тут все дела блин случилось на словах не в целом вождения кстати но при этом я вот машину чувствую очень хорошо уже на первый день стало более-менее понятно а сейчас вообще типа сами габариты понимаешь они же не зря говорят что габариты оставились те же чуть-чуть для того чтобы после двухсотки перепрыгнул и для тебя в сущности ничего не изменилось наверное такой план я скажу всегда на дороге есть когда пролетает кортеж 200 крузаков там 3-4 там 200 крузака там 300 сразу какой-то такой такой душевный респект сразу же автоматически просто когда ты понимаешь серьезные ребята едут либо какие-то губернаторы либо депутаты либо какие-то бандиты мафиозники а это лужа вообще сумасшедшая что еще было все пацаны и девчонки для нас это кардинально новый опыт кардинально но мы в таких мероприятиях никогда не участвовали кстати мы с тойота это вообще-то связаны братан потому что лет восемь назад мы с тобой работали на презентации рафа 4 но это вообще что мы начали с того что работали парковщик работал парковщик я работал парковщиком 2012 году на тест-драйве тойоты дает а я говорил вам пожалуйста вот сюда и тогда на рафе 4 помнишь появилась функция помощь при спуске и там все вот так боялись тестировали это дело потом мы еще зимой следующем году работал на мягко и бесшумно и быстро мы переезжали ну красота ну черный сразу выделяется круто смотрится ну ну вообще кстати интересный факт же существует ну как спустя 70 лет после старта производства данного автомобиля его десятое поколение вышло то есть очень красивые цифры все юбилейно все юбилейно все красиво и все круглое отличия там есть люк немного другая приборка именно вот где кнопки климат-контроль и вся такая история и более длинный бампер что скорее всего сегодня для нас с тобой будет проблема артем мы вернемся без него ну кстати да ну и немножко отличается мультимедиа там экранчик побольше и показатели цифра климат-контроль перенесены на собственно экран ты считаешь что во внедорожнике должен быть черный салон или белый я не знаю есть версия и она у нас если ты в город ездишь то можно белый если где-то за городом то черный есть версия со светлым салоном у нее естественно мне кажется это очень странная история ну да ну типа вот мы даже вчера ездили мы и то успели зачистить тачку хотя мы не вылазили никаких грязных местах но не забывай что у нас не внедорожник а вседорожник справедливо и кстати говоря по поводу вседорожности я скажу свое мнение мнение с пассажирского сиденья тачка валит по трассе тачка мягкая и комфортно передвигает твое тело по бездорожью очень очень прекрасно а у тебя похмельная поэзия пошла вообще неплохая я тебе так хочу сказать пацаны 13 процентов девчонок мы же не про технику мы же понятия не имеем что такое вообще все вот эти рычаги все вот эти десятиступенчатые передачные коробки ну да здесь напихали огромное количество всяких разных систем которые помогают их нам объясняли на презентации все системы безопасности они короче не провоцируют на то чтобы машина сама ездила а знаешь что мне понравилось не знаю мы же и не специалисты просто нас каждый раз удивляет что возможно уже 15 лет а мы у них я себе смотри штука которая закрывает изофиксы чтобы они тебе жопу и не кололи нет такого я точно не видел пацаны девчонки напишите было ли такое где-то маленько нам положили тут промухи особо никто не колет никогда особо это проблемой не является красавчики красавчики все ну-ка ну-ка дай-ка ну-ка дай-ка скалашом 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 ну как никак как лох у нас новая рубрика специально организованная науэнкрузер 300 бардачок шевелится или нет бардачок а ушатого его есть ну они что-то ну ну они такие типа давай сделаем трясущийся бардачок отвлечем всех ебланов как ну это понимаете в чем суть он на дороге не дребезит лада нравится жигули люблю gun ой бля еще сильно голову increasingly ну как это конечно блять пододвинуть сидение на самом деле ну он же не дребезжит пока ты едешь на отзывная компания по бардачкам первая в истории здесь у нас смотри-ка а я не видел нас там для дисков есть мне кажется для меня в том нет здесь потому что джебелька поэтому здесь для дисков сделано а как это как-то диски зачем двадцать первом году если та тачка кондола нажимала вчерашний день эти диски должна быть и такая история здесь вроде лохарилась какая-то на диск в нашей жизни спасибо компании toyota что кто-то спасибо мы тоже вас смотрю боюсь боюсь представить как все это произошло но позвали нас и мы бесконечно рады хоть нам и пришлось пролететь опять полстраны потому что где мы живем артем в середине страны я в восторге от всего происходящего от организации от всех мы история сейчас маленький и вроде бы и все было здорово и кнопочки но фоткаться пизжит и поэтому как я это понимаю с пассажирского сиденья на котором вчера за 8 часов я вообще не устал то есть дэн конечно по немножко под измотался все процессы я из тачки вышел после 8 часов путешествия по всем вот этим вот странным дорогам и просто пошел да она про то что сел поехал не устал вышел вот она про это да и мои пассажирские впечатления сводится к тому что это просто ван круизер 200 только круче что по расходу что-то не услышал здесь вот и перематывал конечно но не услышал что по расходу в принципе кто покупает такие машины в принципе за расход сильно не париться сто процентов смотри здесь у нас за место бардачка сиденье дисковое приемное отделение приемный покой для звука есть вот такие кнопки в принципе тоже ничего сейчас садился посмотри уже вот эти все штуки уделаны светлый салон если брать вот такой то только если вы живете где-нибудь в достаточно чистом городе типа москвы и сочи и так далее в остальном как бы это но вы вы запаритесь его toyota ну простите но мы не можем это не показать но это же прикол не черный выглядит эффективнее не эффективнее эффект не люк конечно вообще тема черный грузак на черном салоне собрано чё на всего десятой версии да то есть отличный чем жопа у тигра красивая хочу сказать 5 директором toyota россия на заднем сиденье ровно через три одну доложали он 730 нормально для трехсотки для такой дура это нормально я готовить известно личность и я щасом сберу но я дам приятного питания что служба так что ребят всем спасибо кто со мной посмотрел спасибо за просмотр зайдите ребятам лайк поставьте что они по подсуетили нам такую движуху мы тоже посмотрели откомментировали подписывайтесь на мой канал ставьте лайки с вами был я оскар инк до новых встреч спасибо за внимание